Последние дни все жильцы, конечно же, очень надеются, что дом этот сдастся. Сегодня-завтра и Динара Сафидинова надеются получить ключи от своей квартиры. Эту многоэтажку планировали сдать к концу прошлого года, однако прежний подрядчик этого сделать не смог. С этим подрядчиком были проблемы, просто он не хотел общаться. Ну и, конечно же, дом стоял. Сейчас, можно сказать, доехал. Подрядчика сменили, с новым пошла и стройка, и диалог. Даже генеральный директор в шаговой доступности напрямую дает ответы на все вопросы будущих жильцов. Колонны кривые залиты были, мы их заново все переделали, все дали новый проект, отработали новый проект. По новому проекту мы уже сверлили. К диалогу сегодня призвал и Минстрой. В жилом комплексе на штаб по строительству, в первую очередь, в Салаватку-ПР, приехали все подрядчики. Фасадные работы в самом разгаре. На первом этаже строительный мусор, а рядом временные вагончики. Это самые проблемные дома, в первую очередь, в Салаватку-ПР, многоэтажки 11-го квартала. Подрядчик предлагает сдать их в начале лета, с чем категорически не согласен застройщик. Госжилфонд требует сроки соблюдать и сдать не позже весны. Наказание, штрафные санкции подрядчику. Сейчас в каждом доме работает по 200 человек. Главное, нагнать сроки, не навредив качеству дома, уверены все стороны строительства. Оставали порядка недели, двух недель. Были проблемы с ресурсами людьми. Конкретнее можно? Ну, людей не хватало. На сегодня сдано уже 16 домов, в первую очередь, Салаватку-ПР. В ближайшие недели, а может и дни, на подходе еще три высотки. Вот три дома, они на сегодня на финишную прямую выходят по сдаче. И мы надеемся, что до конца февраля месяца будут завершены процессы оформления их. И, думаю, успеем и заселим. С завершением строительства, в первую очередь, начнется сдача домов уже второй. Ее многоэтажки начнут заселяться практически в первом полугодии 2018-го. Благо, подрядчик там надежный. Октаж у нас один из сильнейших подрядчиков. В 2018-м году, я думаю, они не должны нас подвезти. Салават Мухаммадуллин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин